12.26, потихонечку еще капает дождик, но он вроде бы спешит закончиться. Всем вам привет, Черноморский, с вами Юрий Озаровский. А на мне сегодня подарок от наших дорогих солдат, кто помнит, дарили на паралиму. Это очень приятно, одевать ту одежду, которую вы мне приносите, а потом радовать вас, когда в ней появляешься на экране. Сегодня мы отправляемся на речку Можепсин. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, слава богу, мы и добрались, ребятки. Здесь сильный ветер дует, дождик каплит и волны невероятные просто. Подготовился уже выходить, и тут и здесь дождь меня догнал. Смотрите, как поливает. И вот это огонь. Так, продождем, пока он кончится. Вроде бы немножечко стало получше. Капельки маленькие еще летят, и я решил добраться все-таки до моря. Вместе с вами, ребятки, речка Можепсин. Сегодня ветер от 10 метров плюс. Сейчас до Александра дойдем. Если он еще не улетит, то узнаем более точно, сколько там показывают. Река, кстати, видите, наполняется водой. Все ближе к берегу. Скоро ее прорвет. Это тоже как бы хорошо. Когда есть течение реки, Саша, я смотрю, заходит уже в море. Готовый на все сто покорять сегодняшний шторм. Там еще один кайт поднялся. Это Дмитрий. Вот так вот я уже по кайтам разбираюсь, где кто. Так, выходим на берег морской. Здесь в море, кстати, навстречу идет водичка. Тут выскочил народ на машине зачем-то к морю. Тоже наши люди стоят, смотрят, какой все-таки брать кайт. Александр раскатывает. Хорошо, у него это получается. Значит, девяточка сегодня в тему. Ну, давай, Саня, сделай нам прыжочек. Зарезается. И в обратку. Сейчас смотрите, как будет прыгать через волну. Одну, вторую. Верет. День добрый. И пошел дальше. Сегодня море даст джазу. И волна хорошая стала. Ну что, пора, наверное, переодеваться и вместе с вами туда врываться. Все, как говорится, просто так стоять, смотреть панораму по нашему пляжу. Не забывайте все наши видео в формате высокой четкости 4К. Смотрите их на больших телевизорах и тогда кайфанете. Анапа, кстати, видите, закрыта циклоном. Вот тут он двигается, получается, с той стороны, с моря. И на Анапу. Такими волнами находит. Один ушел, второй пришел. Олег не узнал, теперь узнал. Ну и смотрим. Александр, ну, 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 покажи. Вот так вот, с кайтлупом. Отлично зашел. Счастливый, довольный, что все получилось. Этими кадрами вообще можно наблюдать вечно. Как завороженный стою, смотрю. Так человек покоряет стихию. Ну и сам туда хочу. Ладно, погнали. Слушайте, этот автотранспорт поверил в себя. А это все. Это, короче, без вариантов. Он оттуда не вылезет. То есть машинка встала. Ну, для чего? Мне кажется, это уже без вариантов. Машинка там останется. Только большой другой машиной вытаскивать ее. Потому что, видите, здесь уже песок проваливался. Копайся, не копайся. По двигателю не закопаешься. Ну что, мы готовы к старту. Смотрите, один клиент, и там уже второй заезжает сюда же. Расматывается, вышло солнышко. Я думаю, что будет просто. И начинаем, друзья. Я сразу скажу, что сегодня было очень много падений. И чуть не закончилась трагедия. Об этом расскажу в конце. Видеосюжеты, когда буду смотреть с вами закат. Сейчас же старт первый. От берега еще, как говорится, сила есть. Все хорошо. И мы такие. Хе-хе-хе. Я и кайт, и доска поехали подальше от берега. Сегодня ветер дул ровно в берег. Поэтому зарезаться и через волны проходить было очень сложно. Но, как говорится, глаза боятся. Руки, ноги делают. И мы прошли первый лайнап. Подходим ко второму. И, большому сожалению, вот она камера. Засмотрелся. Да-да. Одно из падений. Сегодняшних вы их увидите много. Самое обидное, что было их много, когда камера была в руках. Вот именно камера отвлекает и может привести к плохим последствиям. Поэтому часто не снимаю, ребят. Но иногда тоже хочется вам показать вот эти эмоции, это настроение, эту скорость, с которой ты скользишь по водной глади, прыгаешь через волны. Не знаю, конечно, какая скорость развивается, но она просто невероятная. Смотришь вот сейчас записи на это все. Конечно, когда находишься там, ты мир так не ощущаешь. Ты слышишь только постоянный шум моря, постоянный ветер в ушах, свистят стропы. Ну и вода постоянно пытается вот так вот тебя сбить с ног. Это как раз таки потому, что нет, как говорится, более острого угла, чтобы проходить волны. Итак, поднялись и едем дальше. Здесь я еще не попал под самый жесткий замес, поэтому чувствовал себя великолепно. Хотя на самом деле все, что делается именно здесь сейчас, это, наверное, огонь. Чтобы человек не сгорел, он должен гореть постоянно. И вот такое топливо подкидывает в виде адреналина море и ветерок. Обидно, что вот в этот момент, видите, как быстро приходится перемещать кайт, не хватало ветра. Когда кайт вот более-менее на одном месте висит, значит ветра достаточно у кайтера. Здесь же приходило балансировать, разгоняться, перепрыгивать волны. И хорошо, что, как говорится, все хорошо кончается. И сейчас дома сижу, такой довольный уже, озвучиваю видеосюжет для вас. И пытаюсь вам рассказать о том, как это круто быть в море, на море. Вы видите, что катаемся мы без тапок, только гидрокостюм одевается. И перчаток тоже нету в море. Сейчас около, наверное, 18,5 градусов. Тем более дождик прошел и выклинуло солнышко. Сегодня было очень комфортно находиться постоянно в море. Я сегодня прокатился от пляжа Джимоте Туристский проход. Вы его увидите дальше на видео. И был уже в Витязево под вечер. Я доехал до пляжа Мираклеон. Там люди немножко так ошелели. Человек в море, они все в курках стоят на берегу. Ну, почему нет? Здесь я пытаюсь пройти еще раз второй лайнап. Прохожу между волнами. Это уже, нет, это еще, по-моему, до того, как меня замесило в море. И здесь у меня получилось выйти. И жалко, конечно, что именно тот момент я не снимал. Ничего не предвещал, как говорится, что будет очень печально. Но буду знать, что рисковать не надо. Как говорится, учатся на своих ошибках постоянно. И вот оно, открытое море было. Дальше я вам покажу, как водная гладь там выглядит. Здесь мы разгоняемся с бешенными скоростями, летим вдоль берега. На этих раскатах волн красота, конечно, неописуемая. Смотришь, вспоминаешь те эмоции, когда ты там находишься. Ну, их все равно часто нереально передать. Надеюсь, что будете смотреть видеосюжет на большом экране. И сможете разглядеть, как говорится, все до мельчайших подробностей. Все брызги, все солнечные лучи. Если бы еще камера записывала хорошо звук моря, я бы его вообще полностью оставил. Потому что оно доводило бы вас вообще до безумия и счастья, так сказать. Ну, безумие в хорошем смысле слова. Потому что звуки в море, именно море, совершенно другие. Не те, которые вы слышите на берегу. Здесь оно с тобой говорит постоянно. Ты уже по звуку понимаешь, что подходит волна. Что здесь, кажется, шумит море по одному, по другому. Сегодня видел много тягунов от берега. Потому что, как раз таки, вода давится на берег. Создается критическая масса. И потом отходит огромное количество воды в обратную сторону. Вот в такие тягуны желательно не упадать даже кайтерам. Смотрите, ребятки. Вот это уже море за вторым лайнапом. Здесь оно только более гладкое. Но нет-нет, приходят и большущие волны. Там тоже надо быть аккуратным. Потому что, если упадешь там далеко от берега, то будет печалька. Да-дах, опять отключение на камеру. И вот такое вот жесткое падение. Но, как говорится, тот, кто встает, опять падение. И встает, и опять падает. На самом деле, чем больше ты набираешься опыта, понимаешь свои ошибки, тем больше ты можешь вот так вот летать. Здесь приземление под волну. И сразу же оно накрывает. После первой волны тут же прилетает еще одна волна. Это вообще ни с чем не сравнивая эмоция сегодня. Знаете, я бы хотел сказать, что нахлебался воды, но нет. То есть, пришел опыт, что, как говорится, рот на замке. И когда ты под водой, ты закрываешь ей глаза. Потому что летит здесь песок. Вот именно в этом месте. Видите, море такое прям очень сильно с песком. Да-да, еще раз. Ну, в общем, как я и говорил, сегодня падение вы увидите очень много. Ну, и хочется понять, ну, показать. И чтобы вы поняли, что тут довольно-таки опасное, так сказать, занятие. Хотя с берега выглядит все это очень клевенько. Ну, так вот все закрывается. И глаза, и нос. Мы вот сейчас проезжаем, кстати, Джимоте. Первый проезд, решил все-таки нарезочку сделать вам. Это Фея пляж. Пролетаем тоже. Сегодня нападался, решил покататься. И доехал до туристского прохода, до пирса Джимоте. Жалко, конечно, вечернее не снял видео. Там же, как говорится, отвалилась рука еще от камеры. И хотелось кататься в удовольствие. Да-да. Тут просто закрутило, развернуло, и спиной прилетел в волны. Та-да. Еще раз. В общем, надо поменьше кататься с камерой, не отвлекаться, а быть сосредоточенным именно на полетах, чтобы вот так вот красиво подлетать и приземляться четко. Тогда, как говорится, эмоции совершенно другие. Вот еще один прыжочек. Ну, и напоследок еще одно приземление красивое. Вот так вот. Просто фантастика. Даже вот реально не верится, что я сейчас все это наблюдаю вживую. Ветер под вечер усилился. Стало еще мощнее дуть. Покатали хорошо. Но вот в самом начале я пытался с камерой выйти за второй лайнап. Это вторая мель, где поднимаются волны. И протух ветер. На меня нашла очень большая волна. Около, наверное, 2,70, ну, около 3 метров. Я развернул кайт, хотел от нее уходить. Но, к сожалению, уходить было некуда. Это был просто трындец, ребят. Я ушел под воду, меня волной замесило. В этот момент, пока я там пытался выплыть, я думал, уже все. Потому что меня прям, знаете, как камнем на дно потащило. Начинает дергать кайт. Ну, волна приходит в кайт. Кайт упал. И меня еще с такой силой начинает тянуть не вверх, а туда под водой. Хорошо, вот на опыте и готов был. То, что набрал очень много воздуха. И меня это, на самом деле, спасло. Какова красота. Это просто невероятные кадры. В общем, спасибо Богу, что дал возможность читать все. Но, как бы, дальше уже таких прощайствий не было. Потому что понял, как все работает сегодня. Вот, как говорится, отвлекаешься на камеру и начинаешь косячить. На какой-то момент, знаете, вот начали картинки срабатывать. Потому что я очень долго находился под водой. Причем это произошло резко и прибило достаточно огромное просто волна. Ху! Ну, все хорошо, что хорошо заканчивается. Но струхнул я. Да не, на самом деле, как бы, я, наверное, не струхнул. Страха не было. Потому что кататься продолжил дальше. Кайт поднял. Я больше переживал, чтобы кайт не порвало. Вот это да! Что-то сегодня мне везет на картинку. Невероятный анапский закат. Дарит сегодня нам Черное море. Фантастика! Да, краски, конечно, ни с чем не сравнимые. Я даже не ожидал, что сегодня будет он настолько красивый. Потому что, по всем ощущениям, солнце садилось в тучи. Ну, а по факту получилось очень-очень круто. Все, солнышко коснулось моря. Два неугомонных кайтера. Но они пришли позже всех. Поэтому они не могут остановиться. И катаются, и катаются. Я очень рад, кстати, что приходит этот спорт. Такую популярность. Дима, кстати, возвращается. Он вообще катался где-то там. Видите, зел, далеко-далеко. Так, опять на меня волна идет. Не хочет, чтобы мы спокойно снимали с вами. Очень надеюсь, что и звук хорошо записывается. Потому что хочется, чтобы вы почувствовали атмосферу, ту, которая здесь происходит. Такой цвет, такая красота, она бывает крайне редко. Сегодня мы наблюдаем, говорят, ну, как-то мы все. Кайтеры, смотрите, солнышко подходит, начинает собираться к месту выхода. Потихонечку, я думаю, что еще покатаются. Только двоих наблюдали. А сейчас уже пять человек в море. Оказалось, что находятся. Давай-давай. Все, солнце уходит за горизонт. Уже наполовинку. Как же это красиво, да? А ветер, спасибо ему, что он был сегодня настолько мощный. После того, как это все случилось, потому что получилось и попрыгать высоко. Когда уже камеру положил. Пришел, такой, мощный, классный. Местное, что видите, он впрямую. Вот, вот, вот летят кайтеры. Но это не совсем удобно. Потому что приходится через волн, там, бачком перепрыгать. Но это прокачивает очень сильно скиллы. В общем, вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаров. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо за ваши переживания. Ух. Вот, смотрите туда. Это какая-то невероятная красота. Мне кажется, GoPro даже передает картинку лучше, чем фотоаппарат. Потому что у меня нету на самом себе такой картинки, таких цветов. Смотрите. На GoPro они есть. Как отсюда уходить, а? Когда тут настолько все красиво. Все, солнышко. Пока-пока. Но вам, ребята, побольше комментариев о том, какую красоту вы с вами сегодня наблюдали. Надеюсь, что оцените. И надеюсь, что вам понравилось. Это, как говорится, бомбическая сила. Ну, и, кстати, речка Можипсин соединилась. Все, тоже большой-большой плюс. Вот, сюда еще надо малиновую речку снять. Она тоже очень красиво смотрится. Естественно, тут вот мусор. Кто-то собирал-собирал, его сдуло-раздуло весь. Все, видите, кайты пошли на посадку. Ну, Дмитрий там еще гоняет, ему все равно. Все уже практически сели. Он продолжает кататься. Все. Все.